МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. У Беларуси распочинается период перед выборной агитацией. Уже с сегодняшнего дня можно будет увидеть выступления кандидатов у президента у эфира телеканала Беларусь-1. Усе выступления будут транслироваться у найбольший рейтинговый час – 19.30. Для звороту до выборщика у парады отведены часы ранней годины – с 60 до 70. Первые выступления выйдут у эфир 23 и 25 вероя. Теледебаты пройдут на телеканале Беларусь-1, 3-го Кастричника, початок у 17.00. А кроме того, кандидаты мают право бесплатно опубликовать свою передвыборную программу у беларуских газетах. До инших тем. Еще две жихарки Гомельской области отримали Орден Матти. А дыма президента Республики Беларусь, уручение Узнагарода отбулося у администрации Центрального района Гомеля. Орден Матти у Беларуси уручается с 1996 года. За этот час его отримали больше, как 8,5 тысяч женщин. 1264 из них – жихарки Гомельской области. Сгодно с положением, это Узнагарода уручается женщинам, которые родили и выховали 5 и больше детей. При этом большинство Узнагародженных не только занимаются семейными справами, но и протягивают работать. Леана Краученко – она приклад, педагог-организатор 71-й Гомельской гимназии. Людмила Прушак – повар Гомельского комбината школьного харчевания. Можно означать так само тот факт, что на протягу трех опошних годов, количество шмадзетных семей на Гомельщине повеличилось прикладно на одну тысячу. Я с детства хотела пять детей. Я сама из многодетной семьи, но там, где трое детей только. Ну, хотели пять. Только когда их больше трех детей, тогда понимаешь, что такое многодетная мама. У областных центра на Кургане Славы больше за 100 першокурсников Гомельского инженерного института МНС приняли присягу на верность родиме и обранной профессии. Церемонию особиста наведал министр по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь у Владимир Вашченко. Подробностей подеи в наступном сюжете. Торжественно клянусь ожидать Конституцию законодательства Республики Беларусь. Гэтые слова для курсантов Гомельского инженерного института МНС стали одночасовой присягой и присвячением и профессию. Учарашние абитуриенты поспехово вытремали уступные выпробования. На одно место селета претендовали шесть человек. Отбор пройшли лепшие. И уже праздникальки годов я не станусь полноправными работниками органов и подразделениям. При распределении учитываем конечно же уровень знаний и конечно же его целом отношении, его активность, его участие в каких-то мероприятиях и с учетом этого и распределяем. Ну а перспектива от сегодняшнего курсанта до министра. 105 першокурсников, улик у яких 14 девчат будут освоивать профессию инженера по попереджению бедствов стихийного и надзвучайного характеру. А еще специальность пожарная и промысловая безпека, якая открыта только в этом году. Система образования в Беларуси достаточно высокий рейтинг имеет и пользуется авторитетом во всем мире. И не случайно сегодня, в том числе и наши ученики, показывают высочайшие знания и на всевозможных международных олимпиадах, конкурсах. Все это говорит о хорошем уровне образования. Но предела совершенства нет, поэтому мы ищем новые формы, методы. Что год, в Гомельском институте научаются больше за тысячу студентов в очной и заочной форму навучания. До речи, белорусская специализованная адукация в прошлые годы набирая популярность у замежников. Основный поток абитуриентов – у Дез Казахстана и Таджикистана. И таки выбор мая под собой твердые подставы. Высокий узровень подрыхтовки дозволяя выпускникам реализовать себе не только у своей профессии, а и на серьезных державных посадах. Ганна Ковалева, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио «Компания Гомель». Сегодня означается «День библиотек». А значит, свято разом Гомельчан запрашает областная универсальная библиотека имя Ленина. Тут отбудется чисто английская ночь. Организаторы обещают представить такие символы Англии, как Биг Бен и червоную телефонную будку. На ведольника учакают 8 творчих пляцовок. Импровизованный музей Мадам Тюсом, театр Шекспира, квест, выставы – далека не увесь спис святочных мероприемств. 15 сентября – 125 лет со дня рождения Агаты Кристи, всемирно известной писательницы. И мы подумали о том, чтобы «Библиотек» 2015 года посвятить английской культуре в целом. Аматры у кинофильма у парадуя зала, где покажут фильмы Альфреда Хичкока. А кроме того, можно будет стать удельником этно-вечаринки, и принять удел у посадки клуба леди и джентльменов. Кульминацией свято станет «Битлз-вечарына». Тут можно будет не только потанцевать, а и выконать песни знакомитого гурта у караоке. На Гомиччине завершился гастрольный тур ансамбля «Беседа», который ведомый белорусский коллектив проводил в рамках республиканской акции «Любить Беларусь». Ее организаторы – телеканал «Беларусь-3» и громадское объединение «Белая Русь», а головная мета творчого проекта – доведаться об тем, как живут белорусские городы сёння, показать богатие национального фольклору, долучить глядачу до историко-культурной спадшины, а так само полепшить их узровень волода неродной мовой. Об тем, как проходила акция в регионе, наш наступный сюжет. Первым пунктом у подорожей беседы по Гомельской области стал Светлогорск. По коль ансамбле рихтовался до выступления, журналисты, которые осветляли проект, ознайомились с городом. Глядающие о госславутости, дивились от Шестеневу лица. У всех, кто бывал тут ранее, тому, насколько изменился райцентр. Не стоит на месте и культурное житё города. До прикладусь, от ближайших падей гастроли цирка лилипутов и выступлений фольклорного гурту из Москвы. Про то, что беседе, забеспеченный аншлаг, стало, зразумело, задолго до початку концерта. Потому что это всё-таки возрождение духовности своего рода. Город молодой, и я думаю, что этот концерт, который приехал в наш город, ну, будет как звёздочка на ясном небе. Прогноз справдился. Зало в районном Доме культуры было заполнено. При этом глядачи оказались они просто назиральниками, а ли полновартосными удельниками программы. Ведучая отеля радио компании Гомель Алина Троценко провела викторину «Размовляем по беларуску». У бескомпромиссной сутышцы за звание лепшого знавца родной мовы сошлися две команды глядачоу. Тих, кто проиграл в этом споборнестве, вядомо же не было. Огульную перемогу отзначали народными хитами, яким подпевала вся зала, и бурными аплодисментами, узнак подяки артистам. До речи, сирот глядачоу были и те, кто, деля концерту, приехал с суседних районов. К нам в Октябрьский район не приехала беседа, но их, видимо, не получается, не запланировано. Поэтому мне пришлось приехать в Светлогорск. Они очень энергичные, веселые. После их концерта эта душа поет, сама радуется. На наступный день акция «Любить Беларусь» стартовала у Жлобини. Нагадаем, в 2013 году тут проходил республиканский фестиваль «Дожинки». Уперед подрыхтовки был проведен небывалый объем будовничих работ и реконструкций. У певным сенси город фактично переродился на бывший европейский выгляд. Выступление беседы проходило под открытым небом и собрало каля пяти тысяч глядачоу. Финально на Гомельщине концерт отбылся в неделю, 13-го виросня. И уже по традиции собрал полную залу городским центром культуры. Для Беларуси это самое главное. Это наши предки, это наша спадщина. Надо стремиться к совершенству, надо любить и любить тех людей, которые с тобой рядом находятся, на нашей белорусской земле. Руслан Прилесковский, Сергей Негеревич, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель». Вероприемство, присвеченное активному ладу життя, пройшло на пляцо цыкаля гомельского цирка. Спортивное свято горожанам подарил дитячий клуб оздоровленшей и спортивной гимнастике «Маугли». Головными удельниками стали маленькие гомельчане. Спортивные эстафеты, танцевальные флешмобы и бесплатные фотосессии. И это далеко не полный список мероприятий в программе спортивного праздника. В этот день у фонтана развернулось сразу несколько интерактивных площадок и зон отдыха. Так родители могли оставить ребенка за рисованием, а в это время получить консультацию одного из специалистов клуба «Маугли». Сегодня мы своим дружным большим коллективом приехали из Минска. И также наши тренеры, администраторы города Гомелях здесь работают. Мы приехали показать свое мастерство, что мы можем предложить на тренировках, чтобы заинтересовать народ, рассказать о себе, кто мы такие, к чему идем, к чему стремимся. Ну и надеемся, что людям понравится. И мы ждем всех желающих в городе Гомеле. Лидерство, ответственность, забота, дружелюбие и, наконец, праздничная атмосфера – вот главные ценности спортивного клуба «Маугли». Всему этому нашлось место на площадке. Любой желающий мог сфотографироваться с героем одноименного мультика «Медведем Балу». А запечатлеть момент помогал профессиональный фотограф, причем абсолютно бесплатно. В первую очередь отдали ребенка для оздоровления, для формирования характера, чтобы передшкорный ребенок был более готов к жизни, потому что жизнь наша тоже похожа чем-то на спорт. Тоже есть свои какие-то преграды, которые нужно переступать. Вот с малых лет они учатся. В клубе «Маугли» заниматься с детьми начинают с двухлетнего возраста. Тренировки проходят в игровой форме. Так будущие спортсмены получают первые навыки в акробатике, плавании, футболе и многих других видах спорта. Главным же направлением является здоровительная гимнастика. Попробовать свои силы в ней на праздники могли все желающие. Тренеры приготовили спортивные эстафеты, а призами за старания стали памятные кубки. К слову, победами своих воспитанников клуб «Маугли» славится по всей республике и не только. В клубе «Маугли» я работаю с самого начала его, со дня основания. И детки, которые уже у нас выпустились, которые были моими первыми детьми, они уже достигли определенных больших результатов. У нас есть мальчик, он к нам ходил, был маленьким, а сейчас ему 9 лет, и он уже чемпион мира в своем возрасте по восточным единоборствам. 13 филиалов, два из которых в «Гомеле», команда профессиональных тренеров, 8 лет физкультурных побед и более полусутни выпускников клуба, ушедших в большой спорт. А если воспитанники «Маугли» в будущем решат не связывать жизнь со спортом, их преимуществом всегда будет отличная физическая подготовка, которая позволит претендовать на любые, даже самые непростые профессии. Анна Ковалева, Игорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом наш выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Добрых вам новинов и до новых сустречу эфиры.